Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем YouTube-канале, 4 ноября, 22-й год. Оттолкнемся от следующего события. 3-го числа в Украине была встреча у Зеленского с руководством Греции. Приехала президент Греции, министр и так далее. Много работали, что Греция будет поддерживать Украину. Ну и греков же много в Украине. И вот во время этого, я так понимаю, в пресс-конференции Зеленский заявил, что не поедет на саммит G20 в Большой Двадцатке в Индонезии, если там будет Путин. Но при этом добавил, что Украина готовится к саммиту. И он сегодня общался с лидером Индонезии, президентом, который является страной Индонезии, которая принимает этот саммит на острове Бали 15-16 ноября. В любом случае, мы сегодня снова были приглашены, еще посмотрим, несколько дней осталось. Путин говорил, что подумает над участием в G20. Подумаем, давайте и мы над этим с вами. Итак, первое, что такое G20, Большая Двадцатка? Мы с вами точно знаем следующее. Война идет, война тяжелая, нарастает второй этап войны. Война длится уже 8 лет и 8 месяцев. Пошел второго этапа 9 месяц, геноцидно-террористическое. Уже против Украины в этой войне сложилось все зла. Это Российская Федерация, это ее сателлит, ее анклав. Это Беларусь, там стоит Сатрап, Гауляйтер, умалишенный преступник военный, Лукашенко. Добавилось к этой двойке, третий это Иран, поставляет в том числе дроны и прочую амуницию, все что уже можно. И речь идет о том, что уже договорились, что первые сотни ракет разной дальности, в том числе баллистические, будут отпущены на Россию. Будет уже отгрузка, может уже есть, и они готовятся их применить, потому как свои уже заканчиваются. При этом идет в отказ Иран все время, врет наглым образом, что он не поставляет. То есть наглая, брехливая, лживая, так называемая, шиитская, исламская веточка. Они говорят, что они теократическое государство, лучше сказать плутократическое. Два месяца идет гражданская война, социальная война, национальная война. Сегодня, посмотрите, показано, там уже тысячи идут и кричат, смерть Хамены, смерть Хамены. Фактически речь идет об уничтожении этого античеловеческого бандитского режима. Под видом, который функционирует, что он якобы какие-то ценности религиозные отстаивает. Брехня полная, конечно. Идем дальше. Сейчас может уже четвертая появится. Ну, уже она практически есть. Это Северная Корея. То есть уже будет не треугольник, не чистая ось. Ну, хотя тоже ось зла. Северная Корея. Так они как бы продляют эту линию. Вот, она тоже готовится, уже готова отдавать своих солдат в Лугандонию, сколько хочешь. Ну, и на фронт давать, и готова. И уже дает артиллерийские снаряды США, это уже доказали. В очень больших объемах, через подставные фальшивые фирмы. Идет якобы отгрузка в другие страны. На самом деле это все поступают, эти артиллерийские заряды, для того, чтобы стрелять по городам Украины, на фронте, уничтожать украинцев, воинов наших. Ну, и где Зеленский, где Кулеба, где Шмигаль, где Резников, что молчите? Что молчите, что не поднимаете вопрос? Он не бедзе, а каждый день там поднимает все время. Оно у него уже не встает, а он все равно поднимает. То боевые комары у него, то эти грязные бомбы, то у него поставки расхищения оружия. Только и успевает Зеленский с Ермаком и прочими оправдываетесь. Все, оправдываетесь, оправдываетесь, оправдываетесь. А где же ваше наступление? Или для этого мозгов у вас нет? Ну, в принципе, их и нет. Где их взять? Они же не могут там появиться тем, чем вы занимались. И таких же вы и ставите. Можно подумать, что Чернышева поставили, он чем-то лучше или более эффективный и знающий, чем этот Витренко. Просто на примере Витренко опять подтверждается, что использовали как этот самый резиновое изделие и выбросил Зеленский. Мостак. В этом плане Зеленский, Мостак, Шифер и Кирилл Тимошенко супер. Они как очень классно используют. Уже столько народа использовали. Ну, глупые в основном не понимали. Даже и свое не сумели получить. Раз и все, раз и все. Как эти меняют. Там песня есть, говорит, менял как перчатки. А тут как просто другие, говорит, изделия, да, защитного, разного цвета, с усиками, без усиков, кому как больше. Там вот Путину такие нравятся, да, помните, говорит, когда Шандарович, говорит, два гондона. Говорит, вижу, что два гондона. Брать что будете? И платить будете как? Наличкой или карточкой мир? Так вот, давайте про большую двадцатку. Зеленский, когда вот языком говорит, надо раньше было бы подумать, а потом говорить. Всегда надо паузу взять, Зеленский. Говорят, чем больше артист, тем больше пауза. Повесили, говорит, на крючок. Виси и не дергай ногами. Не это самое, говорят, не дергай ногами. Не дергай ногами, да, под клиентом. Двадцатка из кого состоит? Австралия. Называю тех, которые пока за Украину. Австралия, Великобритания, Германия. Туда-сюда начала ее водить. Италия, Канада, США, Франция. Это получается шесть, которые как бы за Украину. Так или иначе дают оружие, деньги и все прочее. И формируют эту линию проукраинскую. Колеблющиеся Индонезия, Турция, Республика Корея и Япония. Они утром за Украину, а вечером за Россию. Ну, Турцию возьмите. Он все время говорит, надо договариваться, надо идти на уступки, надо садиться за стол переговоров. То есть, а территорию как отдать, Эрдоган? Он говорит, нет, ну территория не доторканна. А как же тогда договариваться? 20% территории украдено. И имплементировано злодейско-бандитским способом в состав Российской Федерации. В том числе через изменение Конституции. Как это можно? Вот как, говорит, эти ежики, да, как они соединяются? Только ежикам известно. Как другие ежики рождаются? Они же вроде как и живьем рождаются, и с иголками, но и рождаются. Это у Эрдогана тоже такие в голове ежики. Но не у него одного. Республика Корея сказала, мы оружие Украине не подаем. Нет, Северная Корея дает России, а мы не даем. Нет, Япония тоже практически ничего не дает. Говорит, мы тоже, мы где, а где Украина? Ну, при этом Украина, как этим, молотом на наковальне уничтожает российскую мощь, армию. И поэтому Япония потом уже просто даром войдет на Сахалин и в Курильскую гряду и в Хабаровский край заберет всю эту территорию себе на раз. Так же, как Южная Корея, видимо, да? Ну, Южной Корее, Японии еще надо выдержать войну. Северной Корее, это уже Соединенные Штаты озаботились. Говорят, только пусть попробует этот славный Ким из семьи Кимов. Главное, такие, они живучие, эти Кимы. Вот. Ну, потому что, видно, собачек ест. Так, он говорит, что американцы, говорят, только пусть попробуют ядерный удар нанести. Да, когда он уже его нанесет, уже Японии не будет. Слышишь, Байден? Или кто там у вас? И Южной Кореи уже не будет, когда он ударит. Еще и неизвестно, что с вашими Гавайскими островами и с вашим Ганалулу будет. И этими всеми там Перлхаборами и прочими. Говорит, только нанесите. Все думают, надо ждать, пока кто-то, когда разбойник нападет. Вот, когда разбойник нападет, вот тогда мы будем оказываться против. Да уже нечего будет оказывать. Уже все. Уже нечего. Будет уже медаль за город Вашингтон, Байден. Песня такая есть. Послушайте, там сядьте с этим самым Блинкиным, Мистером Иксом. И там это, и Нуланд, и прочим, и Керри. Сядьте и послушайте. Песня классная с Оливаном. Вот. Теперь смотрите противники Украины. Слышишь, Зеленский, Ермак, Кулеба. Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР. Ну, если Россию добавить, так аж 8. То есть, вдумайтесь, во главе с Россией, 8 противников Украины. В двадцатке, 8 из 20. 6 это такие, ну, как бы, вроде как, твердо мягкие союзники. И Индонезия, Турция, Корея, Япония. Это получается, сколько у нас Индонезия, Турция, Корея, Япония. 4 получается колеблющихся. Ни туда, ни сюда. Ни вашим, ни нашим. То есть, получается, 4 плюс 8, если с Россией Зеленский, то 12. Тебя приглашают быть чуть ли не участником двадцатки Зеленский. А ты губу копычешь. Не понимаешь, что ли, тебе никто что объяснить не может, а? Что надо ехать. Надо ехать. Есть там Путин, нет Путина. Там, в конце концов, есть разные вещи. Там, например, есть красное вино. Вода, на крайний случай, есть. Компоты всякие там есть. Стаканы там есть Зеленские. Вот. Ну, туалеты есть, опять-таки, там с разной посудой. Если тебе уж так хочется. Вот. Для тебя, как для, так сказать, креативного пиарщика, актера величайших всех больших и малых театров, там просто раздолье. Ну, если ты уже сыграл вместе с этим кашевым членом на пианино, то плюс ездили вы там ни в чем, помнишь, там вы танцевали. То уж, как говорится, что ж тебе тут Путин? Там тебе разных вариантов, чтобы с ним, так сказать, свести счеты. Сколько хочешь, Зеленский. Сколько хочешь. Вплоть до того, знаешь, вот кино, шикарное кино есть, там торт, например, да? Или ботинок, например, как в Буш. Ну, и в Соскинах тоже в Одессе бросали так это. Неслабое, причем два. А торт, это же вообще шикарно. А яйца, там же есть свежие яйца, Зеленский. Представляешь, свежие, ну, яйца и в том числе куриные. Поэтому ты там тоже, ну, и бананы есть, и другие всякие салаты, винегреты, оливье и прочее. Там салат под шубой, например, представляешь? Такая песня есть. Улица, улица, улица широкая. Че ты улица стала кривобокая. Весь салат, как там, на пиджаке, один жир на курице. Прекрасная песня, послушай ее. Там просто масса разных для тебя, как величайшего артиста, вариантов. Да Ермака с собой возьмешь, он такой у тебя, как шкаф целый. Да еще кого-нибудь там повезешь. Шиферов опять-таки. Говорит Путин, что его еще можно в теплом месте к батарее поставить, к стенке еще. Ого-го, как может поговорить. Поэтому надо ехать, Зеленский. Надо тебе там будет очень много работать. Много. Смотри, что сказал Люся Шахерезада. Что нет же боеприпасов. И этот же Залужный говорит, он Залужному институт сломали. Выставили там Путина с Медведем. И там еще Джокера. А Джокер же ты у нас. А они другого Джокера Зеленский выставили. Вместо тебя Залужному. Подумай, почему они так сделали. Но Залужный правильно сказал, написал. Он же не сказал, что он согласен с этим. Прочитаю. Залужного позови. Наева, Сирского, Шабталу. Шабтала, так сказать, по зеленым этим самым цветам. Очень большой специалист. Особенно там, который с лицами президентов американских. Поэтому ты веселее будь. Креативнее. То, как маленький. Я не я, и хата не моя. Как это там в песне. Маша, Маша или Таня, Танечка, не уплачь. Не утонет в мечке, в этой, в речке мяч. Мимо уточка плывет. Она твой мячик подберет. Байден плывет. Мячик подберет. И что, Зеленский? Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Вот досточка Зеленский кончается. Сейчас я упаду. Что за фигня такая? Ты же пример подаешь. Ехать, ехать, ехать. Только вопрос с кем, чтобы понятно, чтобы под защитой. У тебя два варианта, я думаю, есть. Ну, с Макроном неинтересно, что с этим редикюлем ездить. Тем более, там он со своей половинкой поедет. Ты там присохнешь, пока долетишь туда на болей. Ты бери, лучше всего тебе, конечно, с итальянкой ехать. Мелони. 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 Вот. Отличная у вас поездка получится. Супер. Вот. Ну, подумай, жену, наверное, возьмешь. Мендель берешь, не берешь. Как там ее? Вот. Ну, она бедная с Голой пристани. Все, с Голой пристани же захватили. Зеленский там вообще все разбомбили полностью с Голой пристани. Представляешь, ты же тоже там был в Голой пристани. Не жалко тебе Голую пристань, Зеленский? Ну, Кривой Рог тоже же бомбят. Если уже Кривой Рог не жалко, так что же там про Голую пристань говорить? Или про Херсон? Так вот, или Мелитополь, или Бердянск, или Железный порт. Поэтому речь должна идти о том, что надо ехать. Надо встречаться. Надо готовить индивидуальные визиты. Ну, эти встречи на полях. Обязательно. Он Юля Тимошенко с Трампом встречалась прямо возле туалета. Зеленский, позови Юлю, капитальман Гриян Тимошенко, и пусть она тебе расскажет, как она сумела встретиться возле туалета с президентом Трампом. Ни на что не смотрела Юля. Ты Порошенко так же. А ты нос воротишь от двадцатки. Слышишь? И поеду я. Да? В Киеве света Зеленский нету. Этот боксер Пушкин эти тепловые закупает. Половина жилья в Киеве, жилых помещений, не имеет света. Зеленский. И все уже вообще не будет скоро. Генераторы завести ж невозможно. Зеленский. Там, чтобы генератор завести, так там же надо еще 75% сверху заплатить. ПДВ, растаможка и прочая фигня всякая. Зеленский. Очнитесь там немного. Спуститесь вниз. Вниз к народу спуститесь. Если можете. А не можете, так народ скажет. А нафига они нам нужны? Пятая статья Конституции. Узурпация власти. Мы без вас разберемся. Это твой шанс. Ну, если так, как бы совсем по-серьезному, то, конечно, двадцатка это важнейшее событие. Надо там быть. Надо найти союзников. Надо говорить с ними глаза в глаза. Как говорится, рука в руку. Рука руку моет. Отступать нельзя. Зеленский. За тобой Киев. Отступать некуда. Рубикон перейден. Зеленский. Ермак тоже там его подопри. Вместе с шиферами. И Кирилл сзади тоже, так сказать, поможет. Вместе с женой. Ну, Зеленского, конечно. Вот такая картинка, дорогие мои. Ну, и есть еще такая неприятная особенность одна. На останок я, видимо, вам про нее все-таки должен тоже напомнить. Она очень, на мой взгляд, нехорошая. Это провели социсследование в Германии. Так, там оказалась очень нехорошая картина. Картина следующая, что падает поддержка Украины в Германии. В Германии растет число недовольных действиями германского правительства, Шольца, Зеленых и Свободных Демократов по вопросу Украин. Согласно данным опроса Deutsche Trend, по заказу телеканала РД, 55% немцев считают, что Шольц и его правительство прилагают недостаточно усилий для урегулирования Зеленских конфликта между РФ и Украиной путем дипломатии. Ну, вот правильно, ты же там объяснишь тогда, выступишь, скажешь, а нет проблем. Давайте Бавария пусть отделится от Германии, да, и нормально будет. А Польше вы, пожалуйста, передайте, так сказать, еще территории северные, вот там, возле Балтийского моря. Там Гамбург, Шольц пусть одна, с Польшей будет хорошо. Вот интересно, как Германия будет тогда, германское население, как, скажет, надо с Польшей договариваться. Вот сейчас Польша выставила Германии там требования по репарациям на пару триллионов этих самых евро, на один и три десятых, да, триллиона евро. Как, нормально там, все в порядке, немцы? Так заплатите Польше, что вам там сжаться, же у вас денег мало. Еще дайте Польше два триллиона евро, а поляки вам спасибо за это скажут. Да и нам бы триллион дали. Как-никак Украину уж уничтожали, даже больше надо. Просить Зеленский надо четыре у них триллиона за уничтоженную Украину во время Гитлера, нацистов, когда они вместе с вторым бандитом Джугашвили Сталином, Шекель-Грубер, Гитлер устроил эту кровавую армагеддон на территории Украины. Массовое убийство миллионов украинцев. Так пусть пять триллионов дадут евро. То ж так, цифра ж повышается, как вспомнишь это все, да. Вместе Сталин, Гитлер взорвали Успенский собор, третий удел Девы Марии, по ее плану построенный в Киево-Печерской лавре. Зеленский, не знаешь, что он Гундяева обслуживает сегодня этот Ануфрий? А, не знаешь с Ермаком? Почему и с Кириллом? У вас там логовище, резидентура московская в Киево-Печерской лавре. Дальше интересные данные. С июня число недовольных усилиями правительства вырос на Зеленске на 14%. 47% опрошенных считают, что Украина заслуживает доверия партнер. Это минус 16% с марта. Участники опроса разделились по антироссийским санкциям. 37% говорят недостаточно, но 31% считают, что достаточно. 23% считают санкции слишком суровыми, Зеленский. Ну и 66% и все это на фоне ухудшения жизненной ситуации. 66% опрошенных признались, у них не хватит средств для оплаты счетов. Поэтому Зеленский ехать надо на двадцатку. Шольц уже пребывает в тяжелейшем положении, давление на него растет. Надо открывать в Германии офисы информационные во всех землях Зеленский и показывать там фильмы про уничтоженные украинские города, про насилие, про убийства массовые, про захоронения, чтобы немцы там крутить 24 часа в сутки, чтобы они видели, что с Украиной сделали. Что в принципе Путин это тот же Гитлер-Сталин. Но их ждет точно такое же, когда Путин придет освобождать Германскую Демократическую Республику от федерального правительства Германии, Зеленский. Но есть у вас там хоть чуть-чуть, деньги же у вас есть, да? Не только канал Раду поддерживает же надо, да? Там и этот еще второй там какой у вас. Вот, Голос Украины там и политическим партиям там сколько? Полмиллиарда отдали. У вас же партии уже нету. Какие кого поддерживают? Военное положение, Зеленский. Зачем на партии же все равно не функционируют в военном положении? Зачем же вы им полмиллиарда отдали с бюджета? Или увеличили даже на полмиллиарда? Вы с Олегом Соскиным, так вам немножко для размышления даю, что будет. То есть сегодня уже прямо будем говорить. Еще один момент вам приведу. На Совете Безопасности, где Россия выступила о том, что надо создать специальную комиссию в рамках ООН временную, для того, чтобы проверить наявность биологических разных лабораторий, которые США создала на территории Украины для ведения, выведения всяких-всяких там нехороших экспериментов. Так вот, за создание комиссии такой выступила на Совете Безопасности Российская Федерация и Китай. Китай ее поддержал. Бандитско-коммунистический Китай Синдзепина поддержал. Кстати, посмотрите, есть счет, где убирают вот этого, который Синдзепина сделал председателем партии предыдущей. Как его, он сидит рядом с Синдзепином и как его убирают. И как там видно, засняли, как Синдзепин ему руки выталкивает, чтобы эти двое охранников забрали этого бывшего председателя с его места. Ну и видно, они его уже прикончили, потому что его ж никто не показывает. Вот вам Синдзепин. Хитрое такое, коварное, подступное животное. Коммунистическое, КГБское. Я думаю, завербован был КГБ, как и его папа, и он тоже. Вот так, дорогие мальчики и девочки. Поэтому, Зеленский, смотри на это. Смотри, думай, как бы, ну, развивайся. Ну что, я же все-таки такой креативщик, величайший. Жена у тебя же тоже умная. Ну и так вроде же тоже дураков нет. Поэтому, тем более западным лидерам ты нравишься. Они видят, что ты оружие не тыришь там и прочие вещи. Помощь тоже, как бы, напрямую не тырить. Потому что у вас другая модель. Вы знаете, как, где надо кусок хлеба отрезать и маслом помазать. И пока никто не смотрит, красную икру и черную икру добавить. И еще кусок этого рыбного балыка и ветчины там на килограмма-полтора. Ну, вы, ребята, умные, че ж вам. Тем более, разбираетесь технологией папа твой и ты, и Федоров, как с криптами работать и блокчейнами. Вы с Олегом Соскиным. Все доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»